Можно ли монетизировать канал через AdSense? Можно ли монетизировать рукодельный канал через Google рекламу, я так понимаю? Ответ – можно, нужно, но это будет очень маленький доход. Не слушайте тех людей, которые говорят вам о том, что на этом можно заработать хорошо. У нас, давайте я вам про доход на канале. Модели заработка на рукодельном канале. Первое – AdSense – это то, что реклама. Самое простое – это Google реклама, назовем так, уже переназвали его. Доход очень маленький, потому что считайте, что у вас будет более-менее ощутимый доход при миллионах просмотров, если… и причем это должны быть коммерческие просмотры. Это должна быть целевая аудитория, целевая реклама. То есть, у вас должна быть коммерческая аудитория и в этом формате не так. Второй момент – прямая реклама. Как правильно монетизировать этот канал? Друзья, очень просто. Если у вас есть замечательный вот такой вот, скажем, канал, где вы делаете там совят, то по большому счету в вашем городе всегда есть магазин для рукодельника. Магазин для рукодельниц. Есть несколько магазинов. Есть интернет-магазины для рукоделия, для рукодельниц. И там продаются разные иголочки, тудолочки. То есть, если вы соберете аудиторию, то вы изначально готовьте под прямую рекламу этих самых магазинов. Потому что у больш… у подавляющего большинства этих магазинов нет рекламных каналов. Они про… там… там тоже такие, как и вы, рукодельницы сидят, которые открыли… поймали нишу, открыли этот магазин, интернет. И вместо того, чтобы продавать этих замечательных там совят, игрушки там, поделушки там, открытки, они продают иголки тем, чем вы работаете. Материалы. И поэтому вы делаете прямую рекламу не… не тем продуктом, который вы производите, а именно тем, чем вы производите. То есть, для кого вы производите. И это очень хорошо работает. Опять же, если вы сделали хороший канал про торты, к примеру, там, да, то очень хорошая модель монетизации про торты может быть не только про магазины, а про корпоративы. Потому что… или там про… если у вас есть группа, там, клоунов, да. Потому что торты на день рождения заказывают детям. И если есть какие-то аниматоры, то, в принципе, вы можете им предложить рекламу на своем канале. То есть, смотрите то, что рядом стоящее. Потому что, если вы продаете, допустим, замечательных, вот таких совят, надо смотреть про прямую рекламу. Именно прямая реклама, она должна быть такая, то есть, чтобы… это целевое. То есть, смотрите, рекламодатели покупают не ваш и не вас контент. Они покупают вашу аудиторию. То есть, тех зрителей, которые вас смотрят. Чтобы было понятно. Я покупаю своему сыну на десятилетие торт. И мне было бы неплохо предложить сразу, а давайте мы вам там аниматора, а давайте мы вам там фотографа, а давайте мы вам там того-того-того. Сразу. У нас пока такого нет. Это комплекс называется. И люди на это идут. А кто купит, я там. Попробуйте. Это хорошо. Дальше. Спонсоры. Тоже очень-очень здорово. Почему? Потому что спонсоров, то есть, вы даже не представляете, сколько можно найти для рукодельниц и спонсоров различного вида. Потому что, всевозможное… Посмотрите внизу. Посмотрите там вот, к примеру, у вас рукодельная аудитория и есть огромный рынок швейных машинок. Он огромен. Он большой-большой-большой, да? И спонсором может выступать уже как магазин, так и некий бренд, если у вас хороший канал. Смотрите в сторону брендов, которые помогают рукодельницам. Потому что вы собираете около себя аудиторию рукоделия, и эта аудитория, она очень хорошо монетизируется. Потому что многие рукодельницы, они почему-то считают, что покупают их видео, размещения на канале. Нет. Покупают в любом ютюбе, в любом контенте, покупают не ваш контент, а тех людей, кто его читает. Именно поэтому, к примеру, если брать общую, да? Если вы делаете, допустим, бизнес-подарки, то у вас одна аудитория. А если вы делаете, допустим, какие-нибудь там, не знаю, непонятные там штуки, то, ну, какие-нибудь дешевые там, как это, лайфхаки, да? То другая аудитория. Если вы делаете бизнес-букеты, то это вообще шикарная штука. Потому что, ну, я сам покупаю бизнес-букеты иногда, очень такие хорошие там, да? И, в принципе, я не помогаю своей девушке, которая там занимается этими букетами, знакомой девушке, которая занимается этими букетами, я не помогаю делать канал, потому что я знаю, что она еще не готова. Но у нее очень богатая аудитория, она в бизнес-центре, во все дела, она делает качественные букеты ручной работы, и там очень хорошо сделать ей канал. И вот там, в этот канал прямая реклама и спонсоры будут очень хорошо. Ну, естественно, можно монетизировать своими товарами и услугами, да? Продавать там этих, опять же предлагать. А если вам, то есть вы должны идею давать зрителю. Если вы ищете замечательные бизнес-подарки для ваших сотрудников на Новый год, то вот такие замечательные совета будут с вашим логотипом или там с этим вот, будут напоминать им о себе, и вот такой я готова сделать. Обращайтесь, пишите. То есть вы продаете свои товары либо услуги, тоже хорошо, да? Либо, ну, здесь тоже интересно, надо пробовать. Краудфандинг тоже все здорово, потому что вы, в принципе, можете прийти, особенно на Западе, это хорошо сказать. Ребята, я хочу сделать пятьдесят вот таких вот совет, и вот мне для этого надо там три тысячи долларов. И люди, то есть, а я каждому, кто там скинулся, я вам эту сцену пришлю. Тоже хорошо работает, да? Или иные способы монетизации. То есть, ну, тут мы уже уходили дальше. И опять же, да? Играйте с продажами, экспериментируйте, анализируйте. То есть самый легкий способ – это понять, как вашу нишу монетизирует ваш конкурент. Это проще всего, друзья. Вы приходите к конкуренту, включаете, говорите, что вы, там, это, как его, вы, ну, допустим, они рекламируют упаковочную бумагу. Видите, что это упаковка, да? Вы приходите к ним, говорите, я хочу узнать прайс. И видите, все, прайс. А потом, кстати, а кто у вас еще, кто с вами работал? И она вам говорит, кто, потому что она не может не сказать, кто с ней еще работал. И вы понимаете, кто у ваших конкурентов покупает рекламу и начинаете затачивать свой канал под продажу рекламы в самом начале. Тоже хорошо.